Сегодня мы поговорим про то, как Facebook хранит и раздает картинки. Может быть, вы что-то почерпняете для своих домашних заданий. Мы поговорим о системе в общем, коснемся предметной области, рассмотрим архитектуру, хейстег, интересные детали реализации, подведем итог и поговорим о домашних заданиях. Почти все взято из статьи фейсбуковской, ну и там даже больше есть, поэтому если у вас есть время, рекомендую почитать. Очень интересно написано. Зачем вообще нам это рассматривать? Вроде бы такая узкая область хранения и раздачи картинок. Во-первых, это реальная технология, которая работает, причем в огромных масштабах, но особенно в статье, надеюсь, в лекции удастся передать вам логику рассуждения и проектирования подобных систем. В хейстег реализовано очень интересное решение, которое мы рассмотрим подробно. Ну и более того, интересно, как взрослые компании вообще делают подобные технологии. Так, на 2010 год хранилось в хейстеге 65 миллиардов оригинальных фоток. Они хранят 4 алиаса, ну маленькие, побольше, там средний и оригинал. Получалось 20 петабайт. При этом каждую неделю добавляется 1 миллиард фоток. На чтение идет поток 1 миллион запроса в секунду. Ну и все это неплохо работает, как вы можете протестировать. При этом технология уже на тот момент была в продакшене 2 года, статья 2010 года, поэтому все решения, которые описаны, они протестированы, показали свою эффективность, ну и тем становятся еще более интересными. У социального фотохостинга наблюдается довольно интересный характер запросов. Обычно фотку добавляют только один раз. На самом деле трудно представить, где есть возможность фотку перезаписать. Вы можете ее либо удалить и добавить новую, либо просто удалить. При этом читают фотографии часто. Ну в Facebook или ВКонтакте это связано с тем, что есть френды, лента новостей друзей. Если кто-то добавляет фотку, то все френды видят эту фотку. Ну, как я говорил, мы никогда фотографии не перезаписываем, но удаляются они редко. Ну не то чтобы очень, но редко. Потому что зачем вам удалять, это не ваше место, в общем оно там лежит, и слава богу. Каковы были основные цели при разработке собственного хранилища фотографий? Во-первых, в Фейсбуке пытались обеспечить высокую пропускную способность и низкие временные задержки. Ну понятно почему. Потому что это UGC трафик, то есть пользовательский контент. Ну пользователи не любят, когда то, что они залили, теряется вдруг когда-то без возможности восстановления. Ну а кроме того, на фотке завязан почти весь интерфейс, поэтому это напрямую аффектит юзер-экспириенс. При этом хотели обеспечить при извлечении фотки максимум один поиск по диску. Ну если не повезло, и она не в кэше. Ну частично в этом помогло то, что метаданные, которые нужны для извлечения фотки, сведены к минимуму, и все хранятся в памяти. Следующая цель — это устойчивость к сбоям. Опять же, это пользовательский контент, нельзя данные терять. Ну в Фейсбуке что делают? Устраивают георепликацию. То есть каждая фотка хранится в трех местах, причем в трех разных ДЦ, обычно на разных континентах. И если что-то пойдет не так, даже если ДЦ сгорит, скопируют все данные из другого ДЦ. Ну конечно, немаловажный фактор — это стоимость хранения. Ну в Фейсбуке, в статье Фейсбука подробно это рассматривается, но вообще есть две метрики. Собственно, цена хранения полезного терабайта, с учетом репликации и всех накладных расходов. И количество запросов на терабайт, которые может выдержать система. Ну собственно, по сравнению с предыдущей системой, которую использовал Фейсбук, количество запросов ему удалось поднять в четыре раза, но стоимость на 30% меньше сделать. Ну и наконец, на самом деле немаловажное очень значение этому придает и Фейсбук, и многие другие люди — это простота технологии. Надеюсь, вы оцените ее изящность. Как обычно происходит запрос на подобных сервисах. Ну вот, есть браузер, он запрашивает страничку веб-сервера. Веб-сервер отдает страничку, а страничка содержит ссылки на фотки. Дальше браузер идет за этими фотками, ссылки ведут на CDN. Кто-нибудь знает, что такое CDN. Ну в двух словах, это обычно расшифровывается как Content Delivery Network. Это коммерческий огромный распределенный кэш. И обычно на него кладут всякую статику, которую не хотят раздавать сами, потому что это куча трафика, и управлять этим довольно тяжело. Собственно, браузер посылают за фотками на CDN. CDN, если у него есть фотка, он ее отдает. Если нет, то он идет на наши машины за фоткой, кэширует ответы, возвращает браузеру. Ну, как вы понимаете, вот этот URL, он содержит всю информацию о том, как вообще получить фотку, если ее нет в CDN. Ну, обычно устроено так. Ну, собственно, это здесь и написано. Если кто-то будет читать слайды потом. Ну, предыдущая система была построена на NFS. Главный урок, который извлекли инженеры Facebook, то, что CDN не подходит для социальных фоток, для социальных фотосервисов. Ну, почему? Нужно признать, что он, в принципе, работает эффективно. Он классно раздает горячие фотки. Потому что к ним обращаются часто, они остаются в кэше. Ну, что такое горячие фотки? Это, собственно, профили и то, что только добавили. Ну, особенно у тех людей, у которых много подписчиков. Потому что большой шанс, что эту фотку будут запрашивать часто, она будет все время сидеть в кэше. Но у социальных фотосервисов есть длинный хвост. Ну, что это такое? Давайте попробуем рисовать. Вот есть какие-то объекты. На самом деле, вот это возраст. А это количество обращений. И у социального сервиса обычно этот график выглядит как-то так. И вот это вот, вот это будет в кэше. Ну, в сиденье, например. А вот это не будет. И вот сюда реально люди ходят. И, скорее всего, площадь вот здесь будет больше, чем то, что в кэше. Ну, почему так происходит? Потому что есть альбомчики, вот есть мои френды. Я увидел какую-то фотку, добавленную в альбомчик. Потом я иду смотреть этот альбомчик. Но старые фотки из альбома, они где-то здесь. У них уже большой возраст. Ну, и, собственно, длинный хвост невозможно кэшировать, потому что нужно немеряное количество оперативной памяти. Собственно, как было раньше у Фейсбука? Ну, узнаем эту схему. Веб-сервер отдает ссылку на фотку. Дальше, если фотки нет в сиденье, он идет в хранилище фоток. Хранилище фоток — это просто машина, на которой смонтирована куча удаленных файловых разделов. Собственно, эти NAS — это Network Attach Storage. Популярные технологии, они используют коммерческие реализации какие-то. И через NFS на каждую машину смонтированы все хранилища. Ну, машина берет фотку из папки и отдает CDN. Ну, на самом деле, здесь еще сетевое взаимодействие. Ну, собственно, что я объяснил. Ну, какие есть проблемы в этом? Вначале у них были тысячи файлов в каждом каталоге. И по измерениям получалось, чтобы извлечь одну фотку, нужно произвести больше десяти дисковых операций. Поскольку это диски обычные, не SSD никакие, дисковые операции — это там, ну, единицы, может, десятки миллисекунд. Это дорого. Особенно, когда параллельные запросы идут. Тогда дисковые операции становятся еще дороже. Ну, когда немножко схему поменяли и стали хранить сотни файлов в каждом каталоге, ну, все равно больше трех дисковых операций. При этом всегда нужно, чтобы извлечь фотку, сначала прочитать метаданные каталога, потом найти iNode файловой системы, которая отвечает за наш файл, прочитать его, а после этого, уже получив какую-то информацию, извлечь содержимое файла. Дорого и долго. Ну, какие оптимизации они тогда пытались применить? Сделали хитрый кэш из имени файла файловый дескриптор. Ну, в любой готовой операционной системе это сделать нереально, поэтому они пропатчили ядро. Вот такой лежал memcash, а в нем вот значения — это дескрипторы файловые, открытые. То есть, таким образом, мы, когда получили имя файла, нам не надо его искать и открывать. Мы берем дескриптор файловый и читаем из него. Ну, не сильно помогло на длинном хвосте, потому что там были, как вы понимаете, миллионы файловых дескрипторов, и все это тупило. Ну, что вы должны запомнить? Что кэш — это очень круто, но спасает не всегда. Вот отличный пример. Но вообще, отчасти это помогло. Перед тем, как разрабатывать свою систему, мы тщательно исследовали возможные альтернативы, думали о том, чтобы разработать свой аналог Google File System или использовать каким-то образом MySQL, который активно используется в Facebook. возможно, HDFS или Hadoop, которые тоже активно используются в Facebook. Ну, в конце концов, просто хранить на файловой системе какой-то своей или готовой. Но почти всегда упирались в то, что у нас много файлов, а iNode — это сотни байт на файл. Нифига это не закэшируешь, когда у тебя на машине лежит миллиард фоток. Ну, собственно, не очень все подходило. Ну и, наконец, пришли к новой версии. Ну, та, что, насколько мне известно, работает и сейчас. Все так же используем CDN для популярных фоток, потому что работает, но относительно дешево. И используем свое хранилище для длинного хвоста, то есть для извлечения старых фоток. Потому что раздавать их все равно придется, все равно придется работать с диском, ну, нужно что-то делать. Собственно, они и сделали. Какую задачу решает хейстег? Уменьшить нагрузку на диск, производить только необходимые операции. Вот самое минимум, что нужно, чтобы достать байты этой фотки. Уменьшить расход памяти на метаданные, чтобы их можно было держать все в памяти. Собственно, как хранят фотки хейстег? Хейстег. Это файлы по 100 гигабайт с кучей фоток в каждом. Ну, на машине лежит сотня файлов таких. Хейстег состоит из трех основных компонент. Ну, во-первых, это само хранилище, машина, на которой реально лежат файлы на ее дисках, которые в нее вставлены. При этом вводятся два понятия. Физический том — это, собственно, файл, в котором лежат данные. Ну, на каждой машине обычно 100 файлов по 100 гигов, ну, 10 терабайт физических томов. И логический том. Ну, если помнить лекцию про Монгу прошлую, это аналог реплика сета. Логический том — это несколько физических томов на разных машинах. Фотографию мы всегда добавляем в логический том. И при этом она пишется на разные машины в соответствующие физические тома. Но об этом мы еще поговорим. Сервис каталогов, который позволяет понять, как логические тома отображаются, физические тома. Также он хранит отображение из фотки в логический том, чтобы можно было найти, откуда ее достать. И помнит, на каких логических томах еще есть место. Чтобы знать, куда можно заливать фотки. Но если машина забита, то бесполезно в нее заливать фотки. Ну и, наконец, третий компонент — это собственный кэш. Ну, во-первых, он прикрывает стор от миллиона РПС. А во-вторых, защищает систему при перезапуске CDN. Потому что если у провайдера CDN что-то не так пошло, и он решил перезапуститься, то после перезапуска вся нагрузка пойдет на вас. Потому что CDN поднимается пустой, и ему нужно вытянуть все данные в себе. Ну, помните первую лекцию. Кроме того, про это говорится мало, но, видимо, значение придается немаленькое. Уменьшается зависимость Facebook от CDN и конкретных поставщиков. То есть фактически кэш берет на себя часть функций, и в конце концов они могут весь поток запросов и перенаправлять через собственный кэш в обход CDN. Веб происходит чтение фоток в такой системе. Есть браузер, он идет на веб-сервер. Веб-сервер начинает генерить страничку. Знает, что хочет вставить туда ссылки на фотки. Веб-сервер обращается к сервису каталогов, чтобы разрезолвить, откуда брать фотки. Каталог возвращает ему урлы фоток, страничка возвращается к клиенту. Каталог хитрый. Он может направить в CDN, собственно, урлы сконструировать, которые ведут в CDN, либо напрямую в кэш. Соответственно, браузер идет по урлам, либо обращается к CDN, и CDN ему отдает данные, если они есть, либо обращается в кэш. Ну и кэш, соответственно, дает данные, если нет. Если данных нет в CDN, он идет в кэш. Если данных нет в кэше, то мы идем на машинохранилище. Вот такая система двухуровневого кэширования. Как вы думаете, что это такое? Идеи какие-нибудь. Ладно, жалко. Ну, как выглядят урлы? Собственно, те урлы, которые возвращаются клиенту в страничке. Они содержат некий идентификатор CDN, идентификатор машины кэша, идентификатор хранилища фотки, а также идентификатор логического тома и самой фотки. Как происходит извлечение фоток? Браузер идет на CDN. Собственно, здесь хостнейм машины, возможно, еще какие-то параметры. Но CDN ищет у себя, используя эти параметры. Ну, если нашел, отдал браузеру. Если не нашел, то он отрезает эту часть и идет в кэш. Это, собственно, координаты машины кэша. Кэш точно так же ищет у себя, используя суффикс. Если не нашел, отрезает первую часть и идет, собственно, в машину. Но она в итоге возвращает данные. Если сервис каталогов так решил не ходить в CDN, он просто возвращает такой URL. И браузер сразу идет в кэш. Простая и удобная схема. Ну, фотки научились читать. Как они добавляются? Ну, браузер заливает фоточку. Запрос попадает на веб-сервер, какой-то пост-запрос. Веб-сервер идет к сервису каталогов и узнает, куда же мы ее реально положим. Сервис каталогов говорит, куда класть. Возвращает логический том и физические тома, которые в него входят. Дальше веб-сервер загружает синхронно фотку на каждый физический том и возвращает браузеру окей. Ну, если я смог ее сохранить. Ну, вроде все просто, но куча подводных камней. Он не знает. Вот здесь в директоре идут все запросы входящие. Он может посчитать, какие фотки горячие. Да, он может хранить в себя статистику. И это ему позволит решить, куда мы будем направлять клиента. В CDN, где, скорее всего, они лежат, если горячие. Или не в CDN, если это длинный хвост. Ну, например, что у фотки какой-то возраст большой. Или она принадлежит юзеру, который не очень популярен. Ну, и маловероятно, что это фотка в кэше будет. А, то есть, вы просто не внестите, даже не накоплены? На самом деле, это подробно не рассматривается. Скорее всего, там есть просто ручка, не ходим в CDN, и все пошло сюда. Но подробности неизвестны. Ну, собственно, в чем заключаются функции? Пройдемся по компонентам. Функции сервиса каталогов. Ну, как я говорил, он отображает логические тома, физические. Мы это используем при добавлении фоток. Нам нужно узнать, на какие физические машины реально ее нужно залить. Ну, и при конструировании урлов фоток. Он знает, какие физические машины входят в логический том и может распределять нагрузку между ними. Ну, хотя бы раундробином. Кроме того, он знает, откуда пришел клиент и может выбрать физический том поближе к клиенту и направить его туда. Ну, собственно, балансирует нагрузку. Определяет, кто будет отдавать, когда он формирует урлы. Ну, а также помечает логические тома, как редонли, и запрещает в них писать. Ну, либо эксплуатация что-то хочет с этой машинкой поделать, либо на ней тупо кончилось свободное место. Собственно, про запись. Обычно новые машины-хранилища, которые добавляют, они всегда доступны на запись. И такие, и фотки добавляются только на такие машины. Если место кончилось, мы ее помечаем как редонли, больше на нее не пишем. Ну, как бы кажется, что все просто, но на самом деле нифига. Мы к этому еще вернемся. Ну, кстати, может быть, кто-нибудь может предположить, какие здесь есть проблемы. Удалять. Что? Удалять. Удалять средонли машины можно. Дописывать в нее нельзя. На самом деле, write – это не перезапись, это append. Мы не даем выполнять операции, которые увеличивают место. Удалять можно. Ну, вот смотрите, мы там взяли и добавили новую машину. И на нее начали писать. Новые фотки. А новые фотки, они вот здесь находятся. Скорее всего, чтение новых фоток ударит по этим же машинам. При этом машины, которые редонли уже заполнены, к ним обращаются все меньше и меньше и меньше. Если помните, можно провести параллели с ключом шардирования в Монге. Если вы используете в качестве шардирования что-то вроде таймстемпа, то вы всегда будете заливать данные в одну ноду. А после этого переходите к следующей ноде. Ну, если она выдержит вообще. Ну, как устроен сервис каталогов? Собственно, детали не рассматриваются. Ну, упоминается, что данные все хранятся в реплицированной базе данных. Видимо, это мускуль. Сам сервер простой. PHP его любят в Фейсбуке. Ну, для кэширования данных используется имен кэш. Собственно, если директори замечает, что мы потеряли машину-хранилище, то соответствующее отображение просто удаляется. Все, мы про нее не знаем. А если машину заменили, мы снова добавляем это отображение. Ну, другие остались. И всегда не меньше трех. Кэш. Собственно, как мы рассматривали, получая это из-за запроса от CDN или браузеров, это просто распределенный хэштейбл, которым ключом является ID фотки. А телом это, собственно, байты фотки. Ну, про ID мы еще поговорим. Ну, если в кэше нет данных, то он идет на хранилище. При этом фотка кэшируется только при выполнении двух условий. Во-первых, если запрос пришел от пользователя, а не от CDN, ну, понятно, что CDN сам закэширует. Нафига нам еще тратить место в памяти и потом поддержать эту фотку. Ну, а второе условие. Фотка загружена со стор, в который можно писать. Это как раз тот случай. Потому что вот их надо прикрыть, потому что на них идет основная нагрузка. Ну, свежие фотки более популярны, поэтому мы защищаем кэшом стор, в который можно писать. Ну, кроме того, и нетрудно догадаться, может, вы замечали, что файловая система лучше работает, когда либо читают, либо пишут. Они используют смесь этих операций. Соответственно, в read-only store мы не кэшируем, из него всегда читают, а write-enabled store мы кэшируем, поэтому в него гораздо больше пишут. Ну, больше кэш-хит в наш кэш. Ну, кроме того, это вроде бы еще не реализовано, но планируется пуш свежих фоток в кэш. То есть, когда мы загружаем свежую фотку, чтобы она проходила через кэш и оказывалась в нем. Потому что, скорее всего, ее прочитают и не один десяток раз. Ну, и, наконец, машинки, которые хранят данные. У них довольно простой кэш-гэш-интерфейс. Можно получить фотку, добавить фотку или удалить фотку. Всегда мы указываем ключ, логический волен и идентификатор фотки. Как я говорил, на каждой такой машинке множество физических томов, вот всех гигантских файлов. И в каждом файле куча фоток. Ну, собственно, они просто лежат, как файлы в файловой системе, но у них есть идентификатор и логический том. Поэтому, когда приходит запрос на машинку-хранилище, она знает, в какой файл идти. А поскольку их много, ой, поскольку файлов мало, в общем, можно держать открытыми файловые дескрипторы. Ну, вот, например, их там 100 будет. Ну, ничего страшного. Машина Store устроена так, что получение метаданных не требует дисковых операций. Собственно, что нам нужно, чтобы достать фотку? Нам нужно узнать файл, в котором она лежит, смещение, с какого читать, и размер фотки. Мы это храним все в памяти. Как храним, я расскажу. Ну, и как я говорил, для каждого файла держится открытый файловый дескриптор, чтобы не тратить время на его переоткрытие. Кроме того, у нас есть кэш в памяти, который содержит отображение из идентификатора фотки в ее метаданной. Собственно, я его здесь вканал. Что такое этот файлик? Во-первых, в нем есть суперблок, который что-то содержит. Дальше последовательность NIL. Ну, вы, наверное, заметили, что статья называется «Поиск иголки в стоге сена». Собственно, они повеселились. Хранище называется «Хейстег» — это стог сена, а хранятся там NIDL. Ну, NIDL, в частности, это фотка. Вообще любой блок бинарный. Выглядит это примерно так. У нас здесь гигантский файл, в нем есть суперблок и NIDL. И они все время дописываются. Ну, что содержит NIDL? Некий магический номер в начале, для того, чтобы при сбое, если мы идем по файлу, мы могли вообще понять, где мы находимся. Таким образом, мы можем задетектить начало записи NIDL. Куки. Про это мы поговорим. Собственно, ключ фотки. Это ее идентификатор. Альтернативный ключ. Это, на самом деле, идентификатор размера фотки. Потому что, как вы помните, каждую фотку ресайзит в четыре размера. Флаги. Ну, флаги содержат сейчас только один флаг. Это признак удаленности фотки. Ну, что ее удалили. Размер данных, сами данные. Еще одно магическое число, чтобы можно было узнать конец NIDL. контрольная сумма и выравнивание до восьми байт. Просто читать круч блоками. Ну, собственно, это здесь и описано. Ну, сейчас они немножко об этом пожалели. Ну, вот здесь расходуется лишняя память, поскольку используются всего четыре значения. Ну, из флагов тоже используется один бит. Ну, как вы понимаете, такие штуки апгрейдить довольно трудно. Когда у вас есть 20 петабайт данных, как-то не очень просто переналить все это. Смотрите, у нас в файле есть... Собственно, фотки лежат в таких записях. Чтобы фотку быстро извлекать, в памяти хранится отображение. Из ID-шника фотки, собственно, вот эти две штуки, в смещении в этом файле на начало NIDL, на самом деле не на начало NIDL, а вот сюда, на начало данных. И размер этих данных. И когда к нам приходит с запросом получить фотку по логическому тому и ID-шнику, по логическому тому, это имя файла, мы берем дескриптор, по ID-шнику мы идем в кэш, в кэше мы достаем смещение в этом файле, попадаем сразу на данные, и размер данных, сразу вычитываем эти данные и отдаем. Для каждого, для каждой фотографии, да? Да. Дальше можно полагаться на файловую систему, на ее кэш, но здесь это не очень эффективно будет, потому что у вас лежит 10 терабайт данных, по которым шмаляю это рандомно. На самом деле мы это еще рассмотрим чуть подробнее. Ну, собственно, про индекс, про то, что вы спросили. Лежит в памяти, содержит смещение. Да, я забыл упомянуть, хранится еще в памяти флаг, возможно, фотку удалили. Ну, и понятно, что мы можем этот индекс перестроить при сбое. Мы проходимся по всему файлу и наполняем его. Вот идем так, нидл за нидлом, и добавляем смещение. Ну, запросы, как я уже говорил, простые. Прочитать, добавить, удалить. Давайте рассмотрим каждый из них кратко. Что мы делаем при чтении? Вот нам пришел запрос. Ключ, имя размера и куки. Куки, собственно, здесь надо пояснить, генерируются автоматически, когда сервис каталогов говорит, куда загружать фотку. Сервис каталогов генерирует у себя и запоминает куки. При этом куки передается веб-серверу, который загружает фотки на нужные машины. Зачем это сделано? Чтобы защитить от атак с подбором урлов. Если бы не было куки, вы могли бы просто перебирать айдишники фоток, выкачивать все фотки к себе. Ну, не знаю, зачем вам это нужно, но может быть. Вы хотите все фотки из Фейсбука к себе замайлить. А так куки хранится только в сервисе каталогов и передается только когда, передается только тогда, когда понятно, что запрос пришел от веб-сервера. Собственно, дальше Store извлекает метаданные из своего кэша. Если фотка не удалена, то есть флаг удален, не выставлен, читает needle с диска, проверяет куки, которую прислал клиент и проверяет контрольную сумму. Ну, если все ок, то она возвращается к кэшу. Как происходит запись, точнее добавление? Нам передают все то же самое, только еще и данные. Каждая машина синхронно дописывает фотку в свой физический том и добавляет запись в индекс. То есть пока она не записала, фотку она не скажет «Окей», потому что мы храним данные надежно. Собственно, на самом деле может происходить модификация фотки. Это тот случай, когда к нам по каким-то причинам пришла новая фотка с тем же ключом, альтернативным ключом. Но, соответственно, Store не будет в этом разбираться, он запишет фотку в тот же физический том. Но при этом он исходит из предположения, что если у фотки с тем же ключом больше смещения, то она свежее. Поэтому перезапишутся данные в индексе, и мы будем указывать вот на последнюю самую фотку. Предыдущую мы забыли. Нет. Но вы чувствуете, в общем, момент, да. Мы забыли про предыдущую фотку. На самом деле, это задача сервиса каталогов не генерить те же ключи, потому что он понимает, к чему это приведет. Ну, либо фотку можно записать в другой логический волюм, это, скорее всего, будут другие машины. Тогда сервис каталогов у себя обновляет метаданные, и старую фотку он больше не читает. Вот здесь вообще суперпроблемы, поэтому, скорее всего, это происходит очень редко. Потому что больше никто не помнит, что на этом физическом томе лежит такая фотка. Ну, про удаление. Собственно, все просто. Приходят те же айдишники, стор выставляет флаг в памяти и синхронно, вот это единственный случай, когда он синхронно идет на диске в нужные нидлы, выставляет там флажок. За исключением этого всегда дописываются данные в конец. Собственно, мы выставили флаг в памяти, запросы на чтение всегда проверяют флаг. Если фотка удаленная, мы ее не вернем. Но на диске она лежит. То есть физически она не удаляется. Ну, собственно, какие у индекса есть функции? А, нет, извините. Тут немножко не так. Вот мы все время говорили, что вот тот кэш мы держим в памяти. Но помните, что на машине 10 терабайт. Если мы перезапустились, мы его, конечно, можем восстановить, нам нужно прочитать 10 терабайт с диска. Здесь у нас супервинты, они выдают гигабайт в секунду. Это все равно займет часа три, наверное. Если все пойдет нормально, не придется заново читать. Но вы понимаете, что это не очень круто, потому что вы любую тачку будете перезапускать три часа. Поэтому придумана оптимизация. В хейстеке хранится персистентный индекс. На тот случай, если машина будет перезапускать. То есть это просто слепок того, что есть в памяти. Индекс хранится не для всех томов, он привязан к каждому тому. Считайте, что рядом с каждым файликом лежит еще один файлик. Индекс также содержит суперблок и индексные записи. Причем их порядок соответствует записям в исходном файле тома. Выглядит примерно так. Вот узнаете. Только мы содержим лишь часть данных. Собственно, ключ, альтернативный ключ, флаги, смещение, размер. Все то же самое, что мы держали в памяти. Но если машина перезагружает, мы берем этот маленький файлик, пробегаемся по нему и наполняем наш индекс в память. Ну и все круто. Сейчас рассмотрим. Ну давайте рассмотрим, как он обновляется. Ну при записи. Ну как мы говорили, мы needle дописываем в том синхронно. Но в индекс мы пишем асинхронно. Ну чтобы было быстрее. Если мы делаем две синхронных операции, мы отвечаем дольше. Ну при удалении аналогично. Мы синхронно выставляем флаг в томе, но индекс при этом не обновляем. Ну чтобы было быстрее. В общем, ну с чем связаны проблемы? С чем связаны проблемы? Ну да, мы можем потерять вот эти записи. Ну поскольку они где-то сбуферизованы. Ну на самом деле delete тоже представляет проблему. Ну давайте их рассмотрим. Собственно, первые needle у нас есть, а в индексе записи про него нет. Ну что делаем? Лечим при перезапуске. И мы знаем всегда, что последняя запись в индексе это последний needle, который валиден. Соответственно, мы прочитаем с диска, из физического тома, все needle, которые больше, и дописываем их в индекс. Ну и заодно пишем в память к нам. То есть решается довольно просто. Ну второе, собственно, как я говорил, мы не сохраняем в индекс информацию о том, что фотку удалили. Но мы при чтении всегда проверяем флаг deleted, потому что мы needle читаем с диска. И как вы понимаете, довольно странно обращаться к удаленным фоткам. То есть люди-то могут, конечно, запомнить себе URL куда-то, но это не такая частая ситуация. Ну, когда мы фотку читаем, мы флаг deleted проверяем, и все-таки все отображение в памяти модифицируем. Если такую фотку читают часто, то на второй раз мы уже всегда из памяти будем отдавать. Вот она удалена. Ну, кроме того, это тот случай, когда кэшу сообщают, чувак, фотка удалена, в общем, не надо к нам за ней ходить, потому что надоело needle с диска читать. Кэш хранит отображение из ID в фотку. Соответственно, когда он приходит на машину и говорит, дай мне ID по фотке, машина узнает, что фотка удалена, она ему возвращает некий магический номер, который он записывает к себе в кэш, в кэш. Дальше по нему может понять, что, в общем, это как бы не фотка, это маркер того, что она удалена. Но если вдруг кто-то brute force атаку устроит, это можно сделать. Компакшн. Ну, про кассандру мы говорили. Как вы понимаете, у нас копятся удаленные дублирующиеся needle. Ну, что мы делаем? Давайте их выбрасывать. То есть параллельно с работой системы мы начинаем копировать наш физический том в новый файлик, при этом пропуская мусор. При этом удаления идут одновременно в оба файла. Ну, как вы помните, удаление — это рандомное выставление флага. Ну, окей, в оба пишем. Когда дошли до конца, то исходный файл блокируем и атомарно их меняем местами. В старый выбрасываем. Ну, кстати, интересное наблюдение. Больше, как из таких статей, такого не найдешь ниоткуда. Ну, свежие фотки в подобных сервисах удаляются гораздо чаще. Что-то там вывалили, потом — черт. Epic fail, face palm — все, и удалили. Ну, и примерно удаляется четверть фоток в год. Ну, и большая часть из них свежая. Ну, продолжая про оптимизацию. 20% оперативной памяти сэкономили на том, что вместо флагов стали хранить offset 0. И все тупо. Вы помните, что в начале файла суперблок лежит. Значит, по offset 0 needle быть не может. Ну, окей, давайте хранить offset 0, 32 бита не храним, круто. А с учетом количества фоток суперкруто. Куки не хранятся в памяти. Мы каждый раз читаем needle и проверяем куки, потому что большая часть запросов — это авторизованные запросы. Needle нам все равно читать. Ну, так давайте прочитаем и проверим при чтении. Ну, в итоге, что получилось? На одну фотку в среднем тратится 10 байт памяти оперативной. Ну, по сравнению почти полкилобайта на iNode XFS. Ну, соответственно, все это можно реально держать в оперативной памяти. Ну, кроме того, сам бог велел поддержать в батче. Диски любят последовательную запись, а юзеры любят загружать альбомы целиком. Отлично, когда вы загружаете альбом, выбирается один логический volume, это одни и те же физические тома, и на них посылается батч фоток. Они все последовательно добавляются. Круто и быстро. Ну, тут мы уже движемся к концу. Пару слов про нагрузку. Ну, собственно, как я говорил в начале, почти все чтения это ленты новостей и альбомы, в которые переходят из новостей. При этом в статье есть интересные графики, я их не приводил здесь, поскольку их трудно рассмотреть. Когда возраст фотки достигает двух суток, количество обращений резко падает. То есть, реально, самые горячие фотки у них возраст меньше двух дней. Но при этом длинный хвост. Да. При этом в кэше фейсбуковском хитрейт восемь процентов. Ну, довольно неплохо. Хотя, считается, что лучше было бы больше. Хейстег отвечает за десять процентов суммарной нагрузки на весь CDN. Ну, то есть, примерно десятая часть запросов пробирается через CDN идет в хейстег. Ну, когда мы загружаем любую фотку, на самом деле пишется двенадцать нидлов. Это четыре размера, про которые я говорил, три реплики. Ну, в статье оригинальной приведены бенчмарки и стресс-тесты. Ну, довольно интересные. Они сравниваются, ну, сравнивают разные смеси нагрузок. Но трафик распределяется примерно так. Ну, собственно, вначале упоминалось, ну, ежедневно за 120 миллионов фоток на 12 размеров это полтора миллиарда фоток. Смотрят 10 миллиардов фоток в день. При этом, как вы видите, основные обращения идут к маленьким фоткам и к оригиналам. Они под какого-то хранятся? Неизвестно. Возможно, каталог разбрасывает их по разным машинам, потому что он знает вот это. Ну, и, например, маленькие фотки имеют смысл размазывать по очень большому числу машин, чтобы параллельно можно было читать с них. Ну, и, собственно, на хейстэк идет 10% от 100 миллиардов это вот 10 миллиардов запросов в день. Ну, что мы с вами рассмотрели? Архитектуру хейстэк, основные компоненты, какие-то решения. Я думаю, многие из вас уже часть из них позаимствовали или еще могут позаимствовать. Не надо говорить, я не могу, у меня не получается, что-то мягкое работает. Теперь вы знаете, как быстро делать. ну, какие уроки хотелось бы всего этого извлечь. Во-первых, статья это эффектно показывает, ну, и вы должны это всегда делать. Нужно учитывать особенности реальной нагрузки. Вы универсальную систему, которая ведет себя лучше специализированной системы, никогда не сделаете. Вот это очень узкоспециализированная система, и при этом она работает быстро. Ну да, как мы недавно выяснили, здесь же хранятся и attache к сообщениям в фейсбуке. Ну, вообще на фотке она никак не завязана, аидишники, аидишники, какие-то байты, можно много чего хранить. А вот эти 10% вы бы сказали, что его седевают, то есть так, это вот именно то, что он доходит до крыша или до сторожа? Нет, это уже до сторожа. Кэш еще обрезает по пути 80%. Вы должны понимать, во что упираетесь. Собственно, разработчики фейсбук понимали, что они упираются в дисковые сики. И 10 сиков это дорого. Кроме того, чем проще система, тем проще ей управлять и дебажить. Надеюсь, вы оценили, что эта система очень простая. Домашки. Так, вот кто у нас может получить зачет в будущем. Значит, зачеркнутые штуки это обязательный ФР, за него балл не дается. Просто такая штучка это один балл. Вот видите, есть товарищ, у которого уже есть три балла из четырех. Вот вопросик, да значит, на этой неделе нужно доделать. То есть у ФР1 практически работает, но есть серьезные претензии. Если вы доделываете, это превращается в галочку. Не доделываете, пропадаете из списка. У кого-нибудь есть вопросы по вхождению в этот список или не вхождению? Кто-то хочет исключиться из списка? Ну, поехали дальше. Фичи реквеста. Напоминаю, вот у нас было четыре фичи реквеста и их даты. Выдается еще три. Один заканчивается, заметьте, через две недели, а остальные посложнее и подлиннее. Ну, первый, который попроще, это реализовать компакшн. ФР1 пришлось сделать почти всем, как вы видите, кроме кроме двух девочек. Собственно, суть заключается в том, что ваша база данных на диске должна занимать не больше, чем она занимает в памяти, не больше, чем в два раза. Кто-то, на самом деле, это начал делать или уже сделал, но с текущими решениями проблема основная заключается в том, что мы-то данные добавляем и все круто, а что-то файлы только растут, особенно, когда мы начинаем их удалять оттуда. Но я повторюсь, если кто-то это уже делает, пишите на себя issue, что вы FR5 считаете, что реализовали, либо напишите в каком-то коммите, что я его добил и написал тест для него. Соответственно, это проверится и FR зачтется. Если кто-то не делал, можете попробовать сделать, а можете не делать. Не забывайте, что все, кроме FR1 не обязательно, на 4 надо набрать, 4. Хочется, чтобы компакшн запускался автоматически по каким-то адекватным критериям, что, например, о, вы заметили, что у нас что-то на диске много данных. Ну давайте фоном, фоном, не надо при гете выполнять компакшн часа на полтора, а фоном вы начинаете компактить. Как это делать? Можете посмотреть в лекции по Кассандре, либо сделать что-то аналогичное хейстокам. Кроме того, хочется иметь возможность запустить ручной, запустить его вручную, нафигачить вашу базу данных, чтобы размер на диске вырос, но вы еще не начали компактить автоматически, а после этого запустить и убедиться, что работает, и все ключи, которые нужны, они доступны. При этом, чтобы процесс был наблюдаемым, добавляйте логи, у кого их нет, тесты обязательно не забываем писать, ну и, как я говорил, сгорает через две недели. На самом деле, не очень сложная штука, совсем не сложная, поэтому халявная тема. Так, FR6 посложнее. Это развитие FR4, но кто не помнит, это связано с шардированием в стиле consistent хешинг. Вот хочется, чтобы когда мы добавляем ноду в вашу систему, у нас автоматически выполнялась балансировка нагрузки. То есть, часть данных, она уезжала на эту ноду, а на других становилось меньше. И запросы, таким образом, размазывались по всем нодам. Ну и, кроме того, хочется иметь возможность запускать балансировку вручную. Например, я хочу удалить ноду, но если я просто вырублю, то я потеряю кусок данных, поскольку они не реплицированы. Хочется вручную сказать системе, я хочу удалить вот эту ноду, пусть эти данные кто-нибудь возьмет к себе. После этого он мне скажет ок, я вырубаю процесс и могу спрашивать те же ключи, они живые, мне на них отвечают. Просто отвечают другие ноды. Ну, собственно, хочется иметь возможность посмотреть вот эти ноды и какие ключи они держат. Ну, диапазоны ключей. Опять же, логи, тесты, отгорает через три недели. Ну и, наконец, седьмой FR до середины ноября. Опять же, развитие FR4. Как вы понимаете, очень, наверное, полезно его реализовать. Этот злосчастный FR4. Это открывает путь к двум замечательным фичам. До этого мы, ну, если не рассматривать тот простой фичи-реквест про мастер-слейф репликацию, репликации не касались, теперь хочется организовать репликацию по кольцу. Ну, то есть, помните нашу схему. У нас есть кольцо в стиле consistent hashing. Кто-то хочет, может реализовать тему с виртуальными нодами, как это сделано в Cassandra, кто-то может с обычными, но это будет не так эффектно. И мы определили, что хотим записать данные на эту ноду. Но если у нас репликация включена, то мы пишем настолько нод за ней, насколько попросил юзер. Мы же знаем кольцо. И при этом клиент задает количество нод, на которые нужно записать при записи, или с которых нужно прочитать при чтении и сравнить результаты. Ну, возможности тут разные, если вы понимаете. Можно просто со всех прочитать, можно с большинства прочитать из указанных, хотя бы с одной. Но все это реализовать элементарно, если у вас, в принципе, работает этот механизм. Но опять же, тесты и логи. Еще пара общих замечаний. Пожалуйста, пишите внятные сообщения при коммитах. Не initial commit, добавлено 20 файлов, 2000 строк, или fix, 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 или m, где 20 файлов изменено, или кажется, я что-то пофиксил, или вроде бы работает, а что-то внятное. Какое именно, к какому FR относится коммит, либо ссылку на issue, которая вам написана, которую вы фиксите. GitHub еще умеет понимать, когда вы пишете fix и номер issue. Соответственно, для того, чтобы проще разбираться, чтобы я понял вообще ваше намерение, над чем вы работаете, указываете FR в коммитах, либо в readme, что реализовано тот, и таким-то образом запустить такты, либо в ишью. Вы можете сами себе писать ишью и показать, что вы вот над этим сейчас работаете. Потому что многие, может они, конечно, многие из тех, кто коммитит в последний день или в последнюю ночь, может они работают всю неделю до этого, но заливают все одним коммитом. Собственно, чем они работают, непонятно, и к чему готовятся. Не забывайте про файл readme. Многие забили на него, а как-то становится совершенно непонятно, как там воспользоваться новыми фичами, которые вы реализовали. Напишите, я реализовал мастер-слейв репликацию, настраивается так-то, вот пример конфига, вот так-то описываются ноды и порты, там api выглядит так-то, данные хранятся вот так-то, я поменял схему commit log, теперь данные хранятся вот так-то. Не забывайте, опять же, про install файл. Система становится распределенной, поэтому иногда совсем не очевидно, как это все запускать. Видимо, некоторые думают, что тут мы откроем код, возьмем попкорн и начнем читать все. Вот, при этом некоторые весьма продуктивны. Поэтому кода дофига просто. Собственно, пишите, пожалуйста, конфигурации и примеры. Вот пример конфига, на котором нужно запускать. Положить его нужно в такие-то файлы, либо указать таким-то аргументом. Иначе вы будете получать серию ишью, ну, не удалось запустить. Тут включается режим тупого пользователя, как бы, и я не могу остановиться. Я пишу вам, и не работает. Я пытался, не работает. Самый минус состоит в том, что ишью я вам напишу на выходных, а проверю на следующих выходных. То есть реально, вы должны рассчитывать примерно на два чекпоинта. И если я вам напишу на выходных, а вы его пофиксили в понедельник, маловероятно, что до следующих выходных их кто-то проверит. Поэтому, пожалуйста, тестируйте сами, что вот то, что написано в примерах, вы реально взяли, подставили, запустилось круто. Еще здесь не указано, но кто-то уже начал это делать. Если вы меняете какие-то форматы, возможно, вам имеет смысл во все ваши файлики писать признак формата. Чтобы когда ваша система запускается в старом каталоге, где когда-то работала ваша предыдущая версия, она не офигела вообще от того, что нашла на диске. Чтобы вы могли сказать, вот, блин, я вот этот формат не понимаю, удалите его, пожалуйста. Либо говорите четко, удалите этот файл, там, неподдерживаемый формат. Но только данные не надо удалять по умолчанию при каждом запуске. Так, еще важная штука, добавьте, пожалуйста, пользователей, у кого закрытый репозиторий, это Антон Волохов, который читал вам прошлую лекцию, он тоже согласился поесть попкорна и попроверять домашние задания. Это может увеличить ваши шансы на то, чтобы реакция на ваши тикеты была быстрее. Не стесняйтесь задавать вопросы. Дошли слухи, что кто-то стесняется. Если у вас вопросы по формулировкам или что именно имеется в виду в фич-реквестах, а на самом деле там очень много имеется в виду и очень много свободы что-то делать, задавайте в комментариях. Если у вас какие-то конкретные вопросы, пишите в ИШЮ. Можете открыть ИШЮ, поставить на меня либо в какое-то другое написать, я вижу все комменты. Но в конце концов в почте либо лично. Но там не надо пилить что-то, а потом, блин, а я думал, что можно искать по диску за ООТН там в 16 терабайтах. Черт. Ну опять же про логи. Если кто-то их еще не пишет, ну например, предлагается такая связка. Стандартные простейшие тулы для того, чтобы писать логи, ими управлять. Особые перлы бывают, когда в стресс-тесте запускаешь ставку 16 миллионов ключей, и тут радостный сервер на каждый запрос начинает выдавать 10 строк текста. Ура, я тут что-то открыл, я вставил, вот, вроде, окей, следующий ключ. Это жесть какая-то. Ну надо, чтобы они были выключабельны без перекомпиляции хотя бы. Ну и про тулзы. Не навязываю, настоятельно рекомендую вам IntelliJ IDE бесплатной версии, потому что там все работает гладенько, а с Eclipse мы уже сталкивались. Кроме того, пожалуйста, добавляйте всякий трешачок, который не надо версионировать, в gitignore, потому что очень интересно видеть, конечно, как вот, что ваш модуль лежит в папочке «Мой хомячок», там, «Уютненький проектик», версия 3. И каждый раз, когда вы что-то меняете, меняются файлы ML, и это вы все заливаете. Если у вас проект собирается с помощью Maven, то идея умеет импортировать Maven проект и всю вот эту хрень генерить сама. Если вы добавите в gitignore, вы не будете это версионировать, не будете создавать лишних коммитов, потому что бывает, меняет две строчки и еще море файлов, которые нафиг никому не нужны. Для SBT, кстати, есть плагин SBT Idea. У него есть task-гена Idea, но кто сидит на SBT, она генерирует вам проект идеевский, вы просто его открываете. Потому что поддержка SBT пока в идее не очень мощная. Собственно, все. У кого есть вопросы, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok